Политинформание Эдуард, приветствую! Добрый день, Дима, и спасибо за то, что я твой любимый ведущий. Мы друг друга много лет знаем, поэтому я не удивляюсь. Сегодня большую политику мы оставим немножко в стороне, поговорим о более других вещах, тоже не менее актуальных, но они будут касаться в большей степени нашей общины. Так как идет Олимпиада, мы болеем за нашу сборную. Кто-то болеет за сборную России, особенно это касается фигурного катания. Все-таки наши интересы остаются и там. Но тема сегодняшней передачи такова, что все мы знаем, какой режим сегодня в России установился. Мы знаем, что Владимир Путин контролирует все и всех. И идет такое обожествление этого человека, идет такой откат в прошлое. Значит, в свое время прославляли Сталина, культ личности Сталина. Потом был Хрущев, потом был Брежнев. Горбачева не обожествляли, тем более не обожествляли Ельцина. А вот с Владимиром Путиным ситуация совсем другая. И что самое интересное, вот в этот процесс очень активно включились деятели культуры и искусства. К великому сожалению, к великому моему сожалению, очень большие артисты и мной любимые артисты проявляют вот в этом такую, знаете, рьяную такую... Подобострастность. Да, подобострастность, да. Чинопочитание. Чинопочитание, да, вот правильное слово, чинопочитание. И участвуют в этом, я могу назвать этих людей, я читал и смотрел их выступления, и Александр Калягин, и Геннадий Хазанов, и Василий Ливанов. То есть, огромное количество актеров, я уже молчу про героя России и Де Кобзона. Вот, потому что это... Кобзон это вообще, знаете, как бы отдельная история, талантливый певец. Но то, что человек может пристроиться к любой власти, как помните, в фильме «Свадьба в Малиновке» герой Евгения Лебедева каждый раз менял шапку, когда менялась власть. Вот, и Де Кобзон, герой России, вот такая личность, меняющая шапки. Я не удивлюсь, если, не дай бог, в России установится фашистский режим, он будет принимать активное участие, пропагандируя этот режим. И я, в принципе, не шучу. Почему я веду этот разговор? К нам приезжает в город очень много артистов, талантливых, менее талантливых певцов, спектакли приезжают. Вот как к этому относиться? Должны ли мы ходить на их концерты и поддерживать долларом их выступления? И вместе с тем, сейчас мы примем звонок, и вместе с тем, наши отношения вот к этому режиму, к тому, что вот там происходит, как вот это вот соединить? Политика отдельно, можно ли сделать так, что политика будет отдельно, культура и искусство отдельно? Скажу честно, для себя этот вопрос я еще не решил на 100%, потому что это довольно тяжелый вопрос. Хочется видеть замечательные коллективы, хочется слушать замечательных певцов. Но то, как они это проявляют в России, вот этот откат в прошлое, то, что многие из нас видели, слушали, меня это очень сильно задевает. Я не люблю вот это чинопочитание, которое Дима говорил, вот это подобострастное отношение к личности. И я считаю, что деятели культуры должны быть немножко в стороне от большой политики. Они должны заниматься своим делом. Я помню книгу Шварца, замечательного писателя, где в знаменитой пьесе «Дракон» один из героев говорит, ну почему ты был лучшим учеником? То есть там шел вопрос, почему вот этого дракона так прославляли, ну вот ты был лучшим учеником. Вот многие из деятелей культуры, очень замечательных, великих актеров поступают таким образом. Давай мы примем звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это нехорошо поражен вашей антисемитской передачей. Почему ваш приглашенный товарищ так копирует анекдотичный еврейский акцент и такое плохое русское произношение и такое безграмотное? Это кто? Погодите секунду. А вот этот, который говорит бумер или бамбер, ну вот который вот этот так с еврейским акцентом карталит и такие ужасные вещи еврейские говорит. Зачем вы это все устраиваете? Какие именно? Я прошу прощения. Не могли бы вы, пожалуйста, привести пример ужасных еврейских вещей? Он говорит с ужасным анекдотическим еврейским акцентом. Ну, послушайте, вы знаете, я вот на секунду сделаю... Нет, давай я отвечу, давай я отвечу. Во-первых, ну, Эду, я сейчас одну секунду за тебя немножко заступлюсь. Дело в том, что анекдотический еврейский акцент, я не знаю, я не слышу в голосе Эдуарда никакого анекдотического еврейского акцента, и уж тем более у Эдуарда нет никакого желания и стремления спародировать еврейский акцент, если вообще такое и существует, потому что очень многие евреи говорят по-русски очень чисто. Мне кажется, вы немножечко перебарщиваете, вам кажется, то, чего нет на самом деле. Эдуард? Да-да, я могу ответить, человек. Во-первых, я так говорю. Я никого не пародирую, потому что со всех сторон... Вы пародируете? Нет. Так невозможно говорить? Нет, я так говорю. Те, кто знает... Кто может человек культурный так говорить? Вы пародируете евреев? Нет, я не пародирую евреев. Потому что сам является всех сторон евреем. Я не могу... То, что я картавлю, я картавлю. Ну, деться тут некуда. Не могу ничего по этому поводу сделать. Время ушло, чтобы что-то в своей речи менять. Послушайте, ну, товарищ, ну, если вы таким образом воспринимаете речь Эдуарда, то я даже не знаю, чем вам помочь. Эдуард не занимается ни пародией, ни каким-то юмором и сатирой. У Эдуарда это природный голос. Мне даже странно это обсуждать, потому что Эдуард столько времени на нашем радио, и никто и никогда даже в мыслях не мог допустить, что Эдуард кого-то пародирует. Эдуард всегда выступает с очень серьезными аналитическими передачами, предлагает свой микрофон для всех желающих высказаться. И вот вы первый за все эти годы, который человек, который вдруг увидел в речи Эдуарда какую-то пародию на евреев. Мне это очень странно. Слышите, Эдуард, если ты позволишь, я приму следующий звонок. Да-да, пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире. Мы вас слушаем. Я, к сожалению, слышу, что вы пытаетесь подсоединиться, но не слышу вашего голоса. Перезвоните нам по телефону 847-400-5200-400-5200. Ну что ж, Эдуард, давай продолжим. Да, ну я просто думаю, что человек, который сейчас позвонил, его немножко задело мое отношение к господину Кобзону, наверное. Да, если вас задело именно это, то, что я говорил, и Д. Кобзон, то я именно так к этому человеку отношусь. Я не считаю господина Кобзона, героя России, великим певцом. Для меня великий певец, человек, который в себе содержит еще и человеческие качества. Я вам назову великого певца, потому что его человеческие качества, я имею в виду российского певца, советского певца, выдающиеся. Это Муслим Магомаев. Вы можете соглашаться и не соглашаться, это лично ваше право. Но Кобзона я не считаю невеликим певцом, и больше того вам скажу, считаю Кобзона подлецом. — У нас есть даже не один звонок, у нас загорели все линии после этой твоей фразы. Ну давай первого дозвонившегося приема. Здравствуйте, вы в эфире. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Вы знаете, меня как бы немножко возмутило этот звонок, извините. Это получается что, еврей сам себя пародирует, что ли? — Наверное, да. — Это нормальная речь человека, обычная, никаких ничего не это самое. Проследите за своей речью, я имею в виду этого слушателя, который звонил перед этим. А, Эдуард, у меня, знаете, вопрос немножко, я прослушала про какого певца вы говорите, я не с самого начала слушала передачу, но у меня вопрос очень такой, ну как сказать, все время сидит в голове. И вот это событие, которое произошло в Сирии, по-моему, в субботу, когда американские войска в пух и прах разбили вот эту колонну, которая двигалась на эти поля нефтяные, и, так сказать, с целью захватить то, чего им не принадлежит. И, как всегда, нас там нет, и нас там не было, и мы там не стояли. И как будто бы зеленые человечки, они думали, что это будет как в Крыму. Вот мне так кажется. Вот, я не знаю, можно я бы скажу свое мнение, или, может быть, вы раньше свое, а потом я свое. — Давайте я быстро отвечу на ваш вопрос. У нас тема немножко чуть-чуть другая, но я все-таки, вы позвонили, я с большим уважением отношусь к тем, кто звонит. Вообще, к людям с большим уважением отношусь. Но по вашему вопросу я отвечу. Дело в том, что вся политика сегодняшней России построена на лжи. Если кто-то этого не видит, если кто-то этого не замечает, это очень жалко. Сегодня уже представитель Министерства иностранных дел Захарова, Мария Захарова, признала о том, что погибли пять человек, и еще пять человек, и при этом еще сказала, что, значит, они ни в коем случае не военные. Конечно же, там присутствуют российские военные, которые, будем так считать, есть слово такое, наемники. Конечно, они присутствуют. Зачем лгать? Зачем говорить о том, что этого нету, когда это есть? Вот проблема сегодняшней России, это большая ложь. Это то, что касается вашего вопроса. Конечно, они там присутствуют и в большом количестве. Но тема сегодняшнего разговора касается именно культуры. Ходить ли нам на концерты, которые приезжают сегодня к нам, актеры, певцов, или не ходить? Может быть, нельзя вот это вот соединять, или все-таки надо отделять? Давайте по поводу этого поговорим. Есть еще один звонок. О, к сожалению, не дошли. Не на кого ходить. Если приезжает Шандерович или Нателла Болтянская, так тут вопросов никаких нет, надо ходить. Ну да, да. А если приезжают всякие там путинские прихвостни, так ходить не надо. Но если те, которые очень любят Путина, конечно, пойдут. Спасибо большое. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Я давно уже не хожу на концерты приезжающих русских артистов. Хожу на американские шоу, которые на голову, на порядок выше, чем концерты русских артистов. На порядок. Я у меня абонент на концертов. На шоу, на бродвейское шоу. Каждый концерт я помню, с удовольствием вспоминаю. Там выступают профессионалы высочайшего уровня. Это что касается концерта вашей программы. А что касается первого звонившего, моя короткая ремарка. Эдуард, не обращайте внимания на дураков. Спасибо большое. Спасибо. У нас есть следующий звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Приглушите только радиоприемник. Да, и давайте поговорим. Здравствуйте. Ну, во-первых, человек позвонил и не представился. Эдик, привет, это Элакс Винчук звонит в эфир. Да, Саша. И я услышал и просто был поражен. Во-первых, следующий раз, конечно, люди, которые звонят, вот с такими проблемами, они должны, конечно, представляться, чтобы мы знали, какой... Кого благодарить за интересный вопрос, да? Я понял. Ну, мы с Сашей много лет друг друга знаем, и я не... Окей, Саша. Я просто весь киплю. Знаешь, ты мой друг, и мы друг друга знаем много давно. А мы иногда не соглашаемся в каких-то моментах. Это бывает, да. Но я тебя уважаю, даже люблю, и поэтому... Да, не обращай внимания. Это просто какой-то идиот. Спасибо, Саша. А что, давай. Спасибо, Саша. Спасибо за вашу поддержку, Александр. Хочу сказать, что Саша Пинчук один из самых интересных, один из самых интеллигентных и очень умных людей, которых я знаю. У нас действительно иногда не совпадают точки зрения на какие-то вопросы, но это не мешает нам общаться, он замечательный человек. Просто хочу сказать это в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Вы знаете, меня вообще Россия очень мало волнует. Что меня волнует, естественно, наша страна, ну и Израиль, естественно. Так вот, насчет нашей страны. У нас точно такое же положение с культурой, как и там. Посмотрите, что делает Голливуд. Вот это раскручивание харассмента и все такое прочее. Смотрите, что делает НФЛ. То есть это... Футбольная лига. Так вот, значит, не так давно я прочитала, что, так сказать, инком, то есть доход и у НФЛ, и у Голливуда, и там перечисляется ряд, просто очень серьезно упал. Потому что есть люди принципиальные. Я никогда не пойду теперь в кино, там, где играют те самые артисты, которые выступают против нашего президента, например. Против президента, который действительно патриот нашей страны и сделает нашу страну снова великой. Я никогда не пойду на эти спортивные выступления, там, где тоже эти придурки, которые расисты, которые тоже против нас, против нашей страны, против ветеранов и так далее. И то, ну уж я не говорю и про русские, про выступления этих русских артистов, которые, как бы, являются поборниками тоталитаризма и поддерживают диктатуру. Но все-таки проблема с нашей страной. Потому что, смотрите, в Чикаго день президента какого? Обамы. Знаете вы, что у нас есть такой праздник? Да, в курсе, в курсе. Знаете вы, что строится библиотека, не основная библиотека у нас здесь, и огромные миллионы наших tax payer money тратятся именно на эту библиотеку, совершенно ненужную. И полно таких, так сказать, примеров. Поэтому надо быть принципиальным человеком. Потому что если у нас нет принципов, то мы вообще быдло. Спасибо большое за ваш, за ваш очень интересный комментарий. Я быстро, перед уходом на рекламу, я быстро скажу по поводу американских актеров. У меня есть один из моих самых любимых актеров, Роберт Де Ниро. Я его обожаю, этого актера. Великий актер. Но вот то, что он говорит, то, что вот он делает, я уже не говорю про весь либеральный вот этот вот Голливуд. Меня это очень и очень, к сожалению, разочаровывает. Но Америка так построена, что каждый имеет право высказывать свое мнение. Мы можем с этим соглашаться или не соглашаться. Я с этим не согласен. Поэтому, а то, что касается русских актеров, вот тут вот большой-большой вопрос, который мы сейчас обсуждаем. Пожалуйста, можем следующий. Да, здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. Добрый день. Меня удивляется. Эдуард, неужели вы не поняли, что это звонил? Отъявленный антисемит. Он под флагом, что борьбы как бы с антимитизмом это чистый антисемитский выпад. И зовут его, он так себя представляется сейчас, в Ламбардинии. Он известен. Он часто выступает и по похожим наступлениям. Они скрыты часто. Это ярый антисемит. Поэтому зря вы оправдали, что вы не антисемитские и так далее. Нет, понимаете, дело в том, что я не хочу оправдываться, а просто я знаю, что большое количество людей... Слушайте, у вас интеллигентный разговор. Спасибо. И вот бесит, что вы коснулись евреев, а не Кобзона. Что вы там еще отметили заслуги. И его это взорвало. Он не мог удержаться от этого. Спасибо большое. Спасибо вам за ваш комментарий. Уверена. И, конечно, этот агиот, он часто выступает. Спасибо. Всего хорошего вам. Спасибо. Следующий звонок от Дуарта. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Я полностью согласна с вашим мнением и отношением к так называемому певцу, сенатору, там есть депутату, Иосифу Кобзону. Я с вами полностью согласна. Но у меня другой вопрос. Да, пожалуйста. В Чикаго произошло событие очень серьезное. Убили офицера. Когда-то убить полицейского это было нонсенсом. Убили белого офицера. Вот интересно, Чернота будет устраивать демонстрации, как они устраивали, когда застрелили вот этого двухметрового дебилы Лекуана? Вот что мне очень интересно. Вы знаете... Спасибо. Да, спасибо вам. Я, конечно, я отвечу на ваш вопрос, потому что, немножко не по теме, но все-таки, действительно произошла большая трагедия. Но, знаете, ничего не бывает из ничего. Если вы в стакан не нальете воды, ее там не будет. То, что на сегодняшний день мэром Чикаго является Рам Эммануэл, это я считаю очень и очень большой проблемой штата Иллинойс. То, что бандитин возрос в Чикаго, я даже не знаю, там в два, в три, в четыре раза, это даже не обсуждается. Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы это видеть. И то, что произошло, вот эта трагедия, она, знаете, как говорится, выходит из всего этого. Конечно, черные не будут по этому поводу... Переживать. Переживать, да. Единственное, что они могут сделать, это ему только порадоваться. И я этому даже не удивлюсь. Я просто этому не удивлюсь. Потому что то, что происходит в последнее время в США, это большая трагедия для нашей страны. Вот этот... Я очень хорошо отношусь к слову либерал. Вы знаете, оно немножко затертое, но, как говорится, я нормально отношусь. Люди с либеральными взглядами, это неплохо. Но вот этот левый либерализм, который может оправдать любые, как говорится, вещи, любую преступность, это большая беда. И с этим нужно что-то делать. Но в первую очередь нужно убирать раму Эммануэла. Это мое мнение. Убирать с поста, естественно, для всех. Я подчеркиваю, что имеется в виду мирное смещение товарища с должности. Ну, давайте, Эдуард, давай ненадолго прервемся на рекламную паузу. Послушаем очень интересные и важные объявления на радио Народного Мальчика. И вернемся, и продолжим наш разговор. Присоединяйтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дорогие друзья, мы возвращаемся, возвращаемся в эфир и продолжаем передачу с Эдуардом Брумером. Называется она «Политинформания». У нас все линии горят. Эдуард, ну что, давай, прежде чем ты продолжишь свою тему, мы примем телефонный звонок, поговорим с нашим радиослушателем. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день. День добрый. Я тут не слышал Эдуард, я извиняюсь, начала передачи этого первого звоникшего. Но остальных я услышал. И это мне напомнило, включая вас, 20-е съезды КПСС. Один в один. Все капля в каплю. Нам ближе идеология фашистов, нацистов с Украины, чем нормальных людей. Вот мое такое мнение. Ну, пожалуйста, это ваше мнение. Ответьте, пожалуйста. Да, пожалуйста, я отвечу вам на ваше мнение. Во-первых, я не вижу сравнения со съездами ЦК КПСС. Я их, поверьте, довольно много видел. То, что касается Украины, я не согласен с Украиной, с той идеологией, например, которая там на сегодняшний день происходит. Я не считаю, что на Украине нужно что-либо запрещать, как это делается. Въезд артистов или разные фильмы, классические советские фильмы. Я против этого. Все равно люди будут смотреть эти фильмы через интернет. Смысла нету. То, что в России на сегодняшний день происходит, это обыкновенная диктатура. Посмотрите, как работают в России законы. Посмотрите, кто ими крутит. Почему такой великий режиссер, он может кому-то нравится или не нравится, Кирилл Серебренников, находится под следствием. Под следствием находится замечательный деятель культуры София Аппельбаум. Не просто так все это находится. Почему нужно фильм «Смерть Сталина», поверьте, я его посмотрел. Немного не в хорошем качестве, но я его посмотрел. Там ничего нету против России. Там есть глумление, и это правильно, над диктатурой. Над диктатурой, которую сегодня в России оправдывают. Все, что связано со Сталиным. Выступает один из окружения Путина и начинает оправдывать те репрессии, которые в России, в Советском Союзе были. Я могу вам еще много, очень много примеров приводить. Поэтому то, что вы сказали, я с вами не согласен. И на Украине есть свои проблемы, а в России их еще выше крыши. Поэтому тут вы немножко не по теме. Ну, я думаю, знаешь, что, может быть, имел в виду звонящий, что если мы не хотим ходить на концерты российских деятелей культуры, то почему мы ходим на концерты украинских деятелей культуры? Может быть, в этом был вопрос. Я быстро отвечу это. Я не призываю не ходить на концерты. Пускай каждый для себя решает этот вопрос. Я в начале передачи сказал, что для себя этот вопрос я еще не решил на 100%. Потому что, с одной стороны, мне действительно хочется ходить на очень хорошие спектакли и на хороших исполнителей. Но есть вещи, которые я не могу на них смотреть, закрыв глаза. Есть артисты, которых я называл. Я не могу принять то, что они сейчас делают в отношении вот этого руководства России. У нас есть еще один звонок. Тогда, пожалуйста. Здравствуйте, в эфире. Приглушите, пожалуйста, ваш радиоприемник и давайте поговорим. Алло. Да. То, что произошло в Сирии, это, возможно, и победа Путина. Если бы они отжали завод, хорошо, победили. Не отжали завод, их убили. Их по-любому надо было убить. Их в России не пустят. ФСБ или кто-то их прикончит. Потому что они могут только пандитизмом заниматься. Понимаете? Спасибо. И проверили, какое оружие в Америке. Каким напалмом, чем их постреляли, чем убили. Раненые тоже расскажут. Если они говорят, что там было 5 человек. Ну, так было 5 человек. И было там 90 или 200. Но никто не знает, сколько было на самом деле. У нас мне не расскажут. Так что это Путин не тоже с этого выведет. Спасибо. Для тех, кто интересуется... Мы ждем. Сегодня немножко люди стараются ближе к большой политике. Но дам неплохую рекомендацию для тех, кто интересуется тем, что происходит в Сирии. Посмотрите фильм Леонида Млечина. Называется он... История... У него есть несколько фильмов. История террора. Его можно посмотреть на ютубе. В двух частях. И его фильм называется Ошибка Андропова. Вот в этих фильмах Леонид Млечин очень хорошо рассказывает о том, что в Сирии происходит. И о тех граблях, на которые наступает сегодняшний руководитель России. В первую очередь Владимир Путин. Там очень хорошо все это объясняется. Для тех, кто считает, что Россия делает какое-то благое дело в Сирии. Посмотрите. Сделайте для себя вот такое открытие и выводы определенные. У нас есть еще один звонок. Здравствуйте. Вы в эфире. Добрый день, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Хотел бы просто удивиться немножко. Потому что, вот скажем, я живу на Украине. И у меня есть родственники в России. Бабушка с дедушкой. И честно вам сказать, разница в жизни практически очень серьезная. Несмотря на то, что одни бабушка с дедушкой пенсионеры. А в Украине, ну, насколько я стрижу и там бываю, людей просто превращают в быдло. Ни одной удобной реформы для человека вообще ни одной не было за 4 года. И, кроме того, образование все идет, чтобы не выразиться по-французски, в одно место красивое. И здравоохранение тоже безумно жуткая реформа какая-то. И пенсионная. Да куда ни плюнь. Вообще-то Украина просто стройными рядами идет непонятно куда. Вот. Потому что и все это из-за того, что вот из-за Майдана, из-за всего этого остального. Мне просто очень странно, что все внимание на Россию, она, понятное дело, более серьезный игрок. И больше опасность, может быть, представляет для кого-то. Для меня, например, нет. Потому что я как был в Советском Союзе, жил, так я до сих пор там живу. Потому что и присягу я давал Советскому Союзу. И люди не имеют права вообще никакой присяги другой давать. Только один раз в жизни. Поэтому меня вообще эти вещи АТО всякие очень удивляют. Спасибо. Спасибо, немножко субборно. Ничего, ничего, все. Спасибо вам по поводу Украины. Я вам скажу, я с большим уважением отношусь к этой стране. То, что на сегодняшний день там установился вот такой режим во главе с Петром Порошенко, это то, что выбрала на сегодняшний день, на сегодняшний день выбрала Украина. Украинцы. Нравится нам это, не нравится нам это. Я всегда выступаю против того, чтобы Россия влазила в дела этого государства. Я также выступаю против того, чтобы такие, как Саакашвили, влазили в дела этой страны. На Украине очень много умных, интересных, талантливых людей, которые могут прийти к власти, которые могут навести порядок. Наверное, может быть, я сейчас скажу крамольную вещь для украинцев, может быть, там нужна на какое-то время диктатура. Не знаю. Не знаю. Мне трудно об этом судить. Но то, что там нужно навести порядок, то, что там нужно вводить какие-то меры определенные, чтобы люди начали все-таки жить по-человечески, это действительно так. Поэтому тут уже все зависит от самих украинцев. У нас есть следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Нет, не дождался. Перезвоните нам, пожалуйста, по телефону 847-400-5200-400-5200. И, пожалуйста, дождитесь, пока мы выведем вас в эфир. Это не так долго времени занимает. Я просто не хочу прерывать Эдуарда на полусловие. Думаю, вы понимаете, почему. Эдуард, ну что, давай продолжим. То, что касается приезжающих артистов. То, что приезжает. Недавно был, выступал замечательный хор, замечательный певец. Михаил Турецкий приезжал, значит, со своими артистами. Давал великолепный по отзывам. Я не ходил, но мои очень близкие друзья и родственники говорили мне, что это был один из самых лучших концертов, которые они видели. Слава Богу, он действительно замечательный артист. Он замечательный, и это замечательный коллектив. Но, если вы откроете интернет, если вы посмотрите то, что Михаил Турецкий высказывает о своем отношении к российской власти, ко всему тому, что в России происходит, и оправдывает это, то у меня задается вопрос. Почему же ты приезжаешь в Америку для того, чтобы, как говорится, собрать, знаете, сейчас такое популярное слово, бабло. Вот собрать вот это вот бабло для того, чтобы потом ходить и прославлять Владимира Путина. Кому очень интересно о том, что происходит в России, о том, что на самом деле происходит, посмотрите вчерашнюю передачу, где выступает Явлинский у Владимира Соловьева. По 35 минут идет его выступление. С Соловьем не так просто общаться. Все знают, что Владимир Соловьев это такой довольно тяжелый журналист, очень ироничный, и довольно иногда бывает грубым. Но вот Явлинский, Григорий Явлинский, показал ему вчера, что в России на самом деле происходит. Те, кто являются большими почитателями той власти, которая на сегодняшний день в России существует, это ваше право, пожалуйста. Но давайте не будем закрывать глаза. Надо смотреть на вещи широко открытыми глазами. Давай примем звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Приглушите только звук радиоприемника, и давайте общаемся. Но давайте не будем закрывать. Да, я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте, Эдик, здравствуйте. Здравствуйте, Дима, это Толик. А ты знаешь, Эрик, я точно с тобой полностью согласен, тут даже вопросов нет, и ты молодец, ты умничка. Единственное, ну вот смотри, я, например, был на концерте хора турецкого, да? Ты знаешь, в тот момент, когда они выступают, я тебе скажу честно, можно простить этим ребятам и тому же Михаилу Турецкому абсолютно все то, что он говорит, ну, там, в России на том пространстве. Ну, все прекрасно понимаемы, взрослые люди. Поэтому, Толь, я поэтому и говорю о том, что... Извини, что я тебя перебиваю. Да, да. Поэтому я и говорю о том, что можем ли мы отделить политику... Вопрос сегодняшней моей передачи. Просто люди как бы немножко уводят в другую сторону. Можем ли мы отделить политику от искусства и культуры? Или это нужно все-таки как-то совмещать? Вот это главный вопрос... Знаешь, я тебе скажу такую вещь. Смотря, наверное, какое искусство и смотря какую политику. Вот, например, то, что сказал Кобзон по поводу больных детей... Вот, да. Я тебе скажу так, что, ну, ему не просто нет больше места на нашей земле. Ему нет места среди человекоподобных. Потому что такую мерзость... Такую... Я даже не могу сказать... Это не глупость. Он это... Он не глупый человек. Он основательно это говорил, да? Он знал четко, о чем он говорит. Поэтому такую мерзость. Как он сказал... Я поэтому в Фейсбуке написал, что, ну, удивительно, что его сюда не пускают. И слава Богу. Понимаешь? Но, когда сюда приезжают люди... Дальше. Вот меня, например, очень сильно в свое время затронул Михаил Задорнов. Да? То есть, приехать сюда, накосить капусту, уехать туда и называть всех американцев идиотами, зураками и так далее, я считаю, что это скотство. Но, будучи турецким и хором турецкого, учитывая то количество народа, которое он должен накормить, в семьи, которых он должен... Хотя, там, ну, наверное, больше без семей, но, неважно. Ты понимаешь, то, что он, к сожалению, опять же, скотская политика России. Я виню не... не артистов, не тех, которые пытаются нести искусство в массы, как говорится. Я виню вот тот гадский строй, который заставляет вот этих артистов вести себя так, как они себя там ведут. Того же... Я забыл, как его фамилия, этого дирижера, который выступал на Пальмире. Ты же понимаешь, оно ему надо было 300 лет. Ну, ему сказали, надо. Он поехал и сделал. Потому что иначе он бы прекратил свои выступления в России. То есть, вот это разделять надо. Надо разделять идеологию того строя, который там существует и который приводит, принуждает людей вот к такой скотской жизни, где они должны наступать себе на горло. И для того, чтобы хоть как-то прожить и заработать деньги, вынуждены... ну, вынуждены говорить то, что они говорят. Спасибо, Толь. У нас звонок. Я тебе... Я прошу прощения, что я тебя... Будь здоровен, тебя увидимся. Спасибо. Человек сорвался. А я согласен с Анатолием, но хочу немножко как бы свою точку зрения сказать. Ведь, в принципе, да, я согласен, что нужно разделять, нужно как-то пробовать разделять. Но вместе с тем, есть же такие люди, как Андрей Макаревич. Есть такие люди, ну, кого еще привести в пример, мне сейчас просто не приходит сразу на ум, которые умеют... Михаил Ефремов, которые умеют и делают, выражают свою точку зрения по-другому. И не боят... Самое главное, не бояться это делать. И у нас есть звонок, мы можем принять. Все линии горят. Здравствуйте, вы в эфире. Добрый день, ребята. Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. Я полностью согласен с Эдуардом, как и Влад Анатолий, который иногда ведет программу. Он иногда говорит умные вещи, а иногда очень глупые вещи. Что значит, они должны прокормить свои семьи, у них другого выхода нет. А какой выход есть у Марка Розовского, у Марка Захарова, у Александра Шервинта? Они же не лежат в задницу и имеют театр. Это же не 37-й год. В 37-м году, да, они боялись. Сейчас не надо бояться, сейчас другой век еще. Ну, так будет немножко не хлеб с маслом с икрой, а будет хлеб с маслом только. Но они хотят все полностью. Так что это же неправильное мнение. А мы должны действительно отставить свою точку зрения. И мы проживем и без этого ансамбля... Забыл его, как его... Турецкого-турецкого. Михаила Турецкого. Мы проживем. Действительно не надо. Вот молодец парень, который сказал, у меня правда нет абонементов, но я тоже стараюсь сходить на концерты американские. И вот действительно, если приезжают люди, которые вот как Шандарович, как Нателло, да их много очень. Просто их не всегда можно оплатить. А этих почему-то оплачивают, их курируют. И они приезжают сюда, снимают, как эти говорят, бабло, и уезжают. А мы остаемся в дураках. Нельзя эти вещи делать. Нельзя говорить, что у них другого выхода. Есть выход. Есть. И нельзя ссылаться только на Кремль. Это народ поддерживает. Если бы Кремль чувствовал, что их не поддерживает, они бы сказали, прекратите жополизание. Извините за такой группу. Вот это мое мнение. Как вы считаете? Спасибо. Я, знаете, я скажу честно, недавно, значит, сейчас идет предвыборная кампания в России. И это вообще, наверное, только в России такое может быть, когда президент страны, значит, назначает определенных людей, которые будут за него, значит, голосовать. Одни из первых, кто поддержал выдвижение Путина в президенты, и очень так это делал Риана, очень с таким. Знаете, когда это читаешь, ну, обидно за людей становится. Это был и Юрий Соломин, и Марк Захаров. В какой-то степени, в какой-то степени, и Юрия Соломина, и Марка Захарова, я понять могу. Они живут в той системе, в которой они живут. Им нужно думать о своих театрах, о тех грантах от государства, которые им предоставляются, и так далее, и так далее. Здесь, будем так говорить, я стараюсь понять этих людей. Но есть отдельные люди, отдельные актеры, отдельные художники, которые ни за кого и ни за что не отвечают. Они отвечают только сами за себя. И вот когда от них идет вот это «дорогой и любимый», вот это выражение, которое мы уже вроде бы как бы подзабыли, а вдруг оно опять всплыло, вот это меня очень сильно задевает. Потому что человек должен оставаться всегда интеллигентным человеком и человеком свободным. Даже уходя в мир иной, человек должен уходить достойно. А не так, чтобы в его сторону не смотрели. Беда сегодняшней власти в России заключается, во-первых, в том, что общество в России очень сильно расколото. То те пропагандисты на российском телевидении, включая одного из самых главных, Соловьева, то, что они говорят, ну, ну, знаете, это даже не в какие-то ворота не помещается. Поэтому, когда сюда приезжают актеры, да, они привозят хорошие спектакли, кому-то нравится, кому-то не нравится, на вкус и цвет товарищей нет. Но я не хочу видеть тех, точнее, мне неприятно видеть тех, кто в России об Америке, даже об Америке говорит плохо, а потом сюда приезжает и с улыбкой на лице выходит на сцену, ему аплодирует. Это как-то диссонанс такой происходит. Если у нас есть звонок, мы можем принять. Да, у нас в Селине Игоря. Здравствуйте, вы в эфире. Я звонил вам недавно. Приглашите, пожалуйста, ваш радиоприемник. Американские шоу, да, я хожу, кстати, могу дать рекомендацию. Мэриот Сеэтр, Мэриот Сеэтр, это на Милвоках, за Лей Кук Роуд, туда на Норс еще, примерно на Милю, да. Пять спектаклей в год. Бродайское шоу стоит 330 долларов на двоих. А если взять биллер на один спектакль, будет в два раза дороже. 330 на двоих. Великолепно. Там поют такие артисты, такие солисты. Это музыкальное шоу. Ты приходишь за полтора часа до спектакля, в ресторане можешь посидеть, поужинать. Во время антракта можешь попить, выйти попить пиво, шампанское. В общем, удовольствие огромнейшее. Наши приезжают, когда, в смысле наши, я говорю, из России, да, раздеться негде. Берешься с собой, верхнюю одежду. Не выпить, не закусить, ничего, перекусить. В общем, смотришь этот спектакль, ходишь сюда для того, чтобы показаться, что я был, и меня там видели мои знакомые. Извините меня. Спасибо. Предлагаю людям, кто действительно интересуется искусством, дешево и просто замечательно. Мэриот Сектор. Спасибо большое. А то, что вы говорите, это уже вопрос к организаторам концертов. К великому сожалению, наверное, те, кто организовывает концерты, не все, не все. Не хочу всех мазать одной краской, но есть люди, наверное, не очень профессиональные в этом плане. Те, кто настоящие интерпренеры, или как правильнее сказать? Продюсеры. Продюсеры, да. Они всегда организовывают, стараются организовывать это на высшем уровне. Но это чисто вот бабло, знаешь, как говорят, хотят загрести побольше. Тут и на... Это же экономия просто денег, на вешалки на обслуживающем персонале, в результате так и получается. Согласен, да. Но вопрос заключается, в сегодняшней передаче нам уже надо будет скоро закругляться. Но вместе с тем мы должны для себя решить такой... Ну, не то, чтобы решить, а постараться понять для себя такой вопрос. Стоит ли соединять вот эти вот два понятия политика и культура? Или стоит все-таки разделять? Политика отдельно, культура отдельно. Стоит ли нам ходить на эти концерты? Пускай каждый решит для себя. Пускай никто не думает, что я сижу сейчас и агитирую за то, чтобы не ходить на концерты. У меня такой задачи сегодня не стоит. Я просто хотел обсудить со всеми вот этот очень довольно тяжелый вопрос. Еще раз хочу повториться, что лично для себя я этот вопрос еще не решил на 100%, потому что действительно из России приезжает очень много талантливых, интересных, умных артистов и исполнителей. но есть категория артистов, которым я пойти не могу и не хочу, потому что это задевает мои какие-то такие, мои взгляды. Я не считаю себя либералом, абсолютно, поверьте. Я очень далек от либерализма. Но я хотел бы, чтобы в России была немножко другая... Мне хотелось бы, чтобы в России была немножко... Россия была немножко другой страной. Не такой, который она сейчас представляет. И вот этот откат, который произошел в сторону сталинизма. И, к сожалению, чтобы уже закончить передачу, к сожалению, это поддерживает... Поддерживают деятели культуры и искусства России. А так, решите сами для себя ходить или не ходить. И пускай это будет уже ваше личное дело. Я желаю вам всего-всего самого наилучшего. Берегите себя. И хорошего вам дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова